так ну ладно давайте теперь обсудим что у нас есть еще с библиотечных блоков смотрите есть у нас еще одна такая вещь как сейчас давайте создадим страничку мы здесь будем писать состояние тревог а я так скажешь можем даже ее во внутрь этого джампа запихнуть сейчас мы рассмотрим еще один способ интересный вот работал с этими под циклами я создал новую страничку делать буду записывать сейчас осознан три переменные с тревогами тревожные они у меня будут по определению я буду записывать и в журнал вот я создал страничку алмскан и назвал она по специальную его внутри этих джампов засунул открою эту страничку вот допустим у меня и сейчас я создам три переменные допустим перемена будет а у их переменным все время префикс представляю к тревожным чтобы потом их отличать ну а он дпс так потом а у а ссоре так она у меня булева будет булева переменная просто выход все самое примитивное и здесь он будет alarm это это вещь необязательная но на перспективу поможет теперь я ее и на ее основе сделаю переменную all thermostat там и сделаю еще одну переменную all там low темп какая-нибудь слишком низкая какая-нибудь температура вот им у тебя будет три тревоги моя задача записать их журнал причем записать их журнал быстро даже если они все три одновременно пришли я хочу чтобы в этом же цикле они все были в журнале вот они мои три перемены low темп до но не очень контрастный солнышко перешло сюда теперь не очень контрастно получилось попытаюсь я максимально увеличить его ну вот да не важно как они называются важно чтобы было 3 3 2 4 больше чем 1 скажем ну теперь мне потребуется связка из-за трех блоков значит первый блок будет у нас ну ай икс второй блок блок у нас будет это будет макро блок с 3 3 нет r3 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 вот r3 что делает r3 r3 генерирует король импульс длительностью один цикл исполнения программы если на вход пришла логически не цвесь в момент когда единица будет их перемена будет переходить в состоянии нуля в единицу по этому фронту начнет генерироваться импульс длительностью в один цикл в следующем цикле он просто закончится переменным при этом уже может теперь находиться в состоянии единиц сколько хочет ему важен именно фронт переход из нуля в единицу и а там ду таск это новый пока для всех блок ду таск мы сейчас как то вот так примерно расположим эти три блока кое-какие соединения уже выполним и расставим нумерацию значит смотрите первым будет move ix обязательно в первую очередь будет исполняться он во вторую очередь r3 и в третью очередь ду таск таск нейм мы сразу присвоим литеру эй большую букву а вот таких конструкций нам потребуется столько сколько у нас есть тревог соответственно у меня три я здесь просто скопирую да это дело три раза в смысле два раза скопирую ну вот получилось что вот одна конструкция вот следующая из-за того что я сразу правильно задал номера у меня видите наследуется последовательность при копировании поэтому здесь с нумерацией все правильно идея такая первый второй третий четвертый пятый шестой седьмой восьмой девятый дальше выходы move я все соединяю между собой и создаю переменную подключенную к выходу назову ее там alm code например это код тревоги а собственно сами коды конкретной тревоги меня будет присвоена входом атомов move x ну для первой тревоги код будет один для второй тревоги код будет два а для третьей тревоги код будет три но связано с тем что мы не можем слова записывать в память мы умеем записывать цифры нам надо подменить коды имена тревог цифрами теперь значит соединяю свои тревоги вот таким образом к блокам которые формируют эти импульсы ну вот к сожалению разрешение нашего ну смотрите конструкция одинаковая вот все как как вот это что же такое как это будет все работать ну 8 пришли перешли мы на исполнение этой страницы и у нас в первую очередь исполняется атом move x с номером 10 с помощью этого блока единица присваивается переменной alm code дальше мы проверяем состояние переменной alt dps если переменная в этом цикле не перешла из нуля в единицу значит блок rtrick не работает ну вот на выходе логически 0 на атом do task на вход enable атома do task у нас приходит логически 0 и блок тоже не работает соответственно ничего не происходит дальше в этом же цикле заметьте мы с помощью другого следующего атома move x пишем двойку в alm code записали проверяем состояние тревоги alt dp термостат допустим в этом цикле произошла тревога и у нас эта переменная перешла из состояния 0 в единицу соответственно у нас начинает этот блок rtrick генерировать этот импульс длительность цикла значит дальше эта единица попадает на вход атома do task если он увидел этот блок увидел единицу на входе enable в этом месте прерывается исполнение основного цикла и мы идем на исполнение цикла а дополнительного цикла пока у нас там еще ничего не создано в нем ну вот в этом цикле будет запись в журнал мы еще пока ничего не сделали но в нем будет запись журнал исполнится весь код написан в цикле а когда он исполнится программа вернется обратно и продолжит выполнение кода со следующего блока после вот этого атома do task то есть будет выполняться атом move ax с помощью которого будет присвоен тройка теперь уже в all code дальше проверяем переменную all low temp допустим тоже произошла эта тревога и переменная приняла состояние логические единицы в этом цикле значит у нас срабатывает следующий атом r3 на вход enable следующего атома do task появляется попадает логической днице он снова прерывает исполнение основного цикла и идет на исполнение служебного цикла вот с буквой a тоже в названии здесь то есть того же самого цикла который записывает тревоги в журнал таким образом мы можем в течение одного цикла записать там хоть 10 хоть 20 хоть 30 тревог в журнал ну естественно это не единственное применение атома do task вы можете придумать что-нибудь еще не обязательно записывать тревоги там не обязательно что-нибудь записывать важно понимать что вот этот вот блок прерывает исполнение основного цикла и идет на исполнение цикла обозначено вот этой вот параметром да вот этой буквы a b c d e f там g h и так далее всего 15 может быть всех дополнительных циклов пока атом do task не работает и циклы не работают дополнительно а это не аналог это скорее прерывание это скорее прерывание прерывание переход на подпрограмму вот так вот после исполнения подпрограммы поэтому мы продолжаем исполнять основной код ну приходит когда происходит переход на какой-то кусок программы и это событие заранее неизвестно когда произойдет это делается прерыванием а если это в теле программы там это то это программа а если это больше похоже на прерывание ну оно таковым скорее всего и является а вот собственно запись журнал будет на страничке эй да ну допустим да она интеджер move x присваивать ей а x присваивать ей по очереди значения 1 2 3 это будут коды тревог то есть мы не умеем записывать имена тревог в память цифры соответственно мы для alfa alf dps у нас код выбран 1 для altermostad код 2 для allotent код 3 соответственно да да сейчас ну вот я вот создал страничку в task эй вот w r здесь мы будем записывать тревоги самом деле конечно немножко жалко на этой трассе время потому что в хелпе есть картинка есть пример даже но важно тогда никаких проблем давайте сейчас мы сделаем это это недолго это на сомнение недолго и подход там очень стандартный там ничего не выдумаешь своего там все придумано за нас там есть готовый комплект макросов который в библиотеке есть и они уже используются соответствующим образом ясен пень что на базе этих макро блоков открыв их и модернизировав по себя может придумать что-нибудь еще но по умолчанию эти блоки предусмотрен предназначен для записи именно в журнал каких-то событий это текст покажем мы вместо цифр покажем естественно текст мы умеем но это мы когда будем с интерфейсом работать до завтра я вам покажу когда а это зависит от вас сейчас я вам покажу каким образом от этого зависит давайте откроем эту страничку вот она действенно чистая находим макро блоки здесь есть вполне конкретные макро блоки которые называются store w s store w м сожалению разрешение не позволяет мне нормально сделать и еще я сделаю одну хитрость есть такой блок мерч два в один вот этот набор который мне потребуется на этой странице сейчас мне здесь необходимо количество копий экземпляров этих сделаем примерно как-то так удобнее расположим их нам потребуется вот блок store wm он нам потребуется один он конфигурирует количественные и качественные параметры нашего этого массива наших массивов которые будут содержать себе журнал тревог нам все наша задача будет записать шесть переменных то есть код тревоги часы минуты день месяц и год всего шесть переменных мы записываем журнал а есть одна хитрость у нас все эти переменные имеют структуру двузначную то есть код тревоги вряд ли у нас будет больше чем 99 тревог если будет тогда подход будет изменен вами самостоятельно ну вот но вряд ли чем 99 редчайший случай когда тревог больше чем 99 в одной установке ну вот год это двузначное значение потому что вот эта проблема 2000 года здесь нам чужда у нас год сохраняется двумя знаками ну вот хотя мы можем ее организовать легко ну вот день месяц часы минуты сами понимаете тоже двузначные значения а в память мы можем записывать аж пятизначные 32767 но востящие 9999 мы легко можем записать да в память никаких проблем поэтому несмотря на то что память у нас вроде как вагон но почему бы не сэкономить если можно сэкономить поэтому мы с вами возьмем каждый наш из двух этих переменных и сделаем из двух переменных одну переменную которая вот этот блок если обратить на него внимание как даже в графическое обозначение мэр считает один видите одно двузначное число другое двузначное число на выходе получается одно четырехзначное при чтении при чтении мы произведем обратное разделение получим две отдельные переменные ну вот значит соответственно получается уже из шести переменных у нас получается три перемены соответственно нам потребуется три массива в которые мы будем записывать вот этот блок storews он собственно пишет эти данные в массив массивов три значит блоков нам надо будет три и таких блоков соответственно тоже три так сейчас как бы мне так их расположить чтобы никак не могу понять как не расположить чтобы и вам они были все видны и соединить можно было удобно все-таки придется пожертвовать так сказать зумом ладно значит смотрите выхода вот этого блока мерч мы подключаем входом дата каждого из наших вот этих вот макросов библиотечных это библиотечные макросы если вы откроете help к этим макросам вы увидите что там есть пример который выглядит почти точно так же как я рисую вам сейчас исходник вы можете если вы хотите взглянуть вовнутрь макро блока то в большинстве случаев это возможно но давайте сделаем так не будем отвлекаться пока на это в общем смотрите вот такое соединение дата дальше все остальные одноименные входы и выходы мы просто соединяем их с собой write index замечательно write index кстати если стянуть линии именно снизу вверх соединять блоки то красивее всегда получается понятно что эти линии могут быть подредактированы подтянуты там но на это так жалко времени обычно ну вот что просто вот жалко поэтому опытным путем доказано что когда вы тянете связи от блока к блоку снизу вверх линии на более правильных расстояниях от блока рисуются так дальше значит reset соединяем принял reset и значит смотрите сюда тоже reset так но нам не отодвинуть видите пересекаются линии так дальше значит соединяем н и и теперь memory type так выходы выходы смотрите как поступаем с выходами last index что такое за вот это list name это имена массивов нам они нужны для того чтобы передать эти имена на ту страницу которую вы журнал читать поэтому как обычно поступаю в этих случаях я кликаю правой кнопкой connect variable оставляю все как система предлагает по умолчанию казалось бы абсолютно неверные атрибуты память типа generic то есть непонятно какая размер массива один и все это но сейчас объясню почему это можно бросить все финиш готова первое перемены ну вот дальше следующее имя массива connect variable видите опять generic int 1 хотя у меня я планирую журнал сделать на 200 записей а у меня тут 1 ну ничего страшного пускай будет 1 пускай остается по умолчанию меньше работы я вообще стараюсь сюда экономить свои силы ну вот и не делать лишней работы видите она нашла что листным уже есть поэтому она сделать листным один замечательно видите даже это за нас все сделали так и значит еще один так после того как я сейчас отрисую всю эту стратегию запись журнала я прокомментирую вот этот вопрос с объявлением массива и почему я тут бросил вот эти дурацкие единицы теперь вот здесь у нас есть параметр memory type здесь мы задаем как раз вот решаем ваш вопрос будет стираться журнал если мы выключим питание и не будет если мы должны задать тип памяти в которой собираемся писать но я выберу т значит не будет стираться журнал или п можно в данном случае п как раз здорово сюда подходит потому что п он может быть использована п память это expanded permanent только как массив а здесь как раз массивы поэтому здесь бывает очень удобно использовать п память но пока у меня полно т памяти я спокойно и т n events здесь константа здесь мы сдаем количество записей которые мы можем записать журнал ну давайте я сделаю такой приличный журнал которого всем хватает 250 записей 250 записей это обычно этого журнала точно всем хватает работать будет следующим образом когда заполнится весь журнал все 250 записей заполнятся и появится здесь 51 то самая старая запись сотрется и вместо нее записывается новая таким образом он закольцуется вот такой а если я поставлю не константу а переменную куда вот сюда вот нельзя это у меня забудет это нельзя сделать по причине того что в данном случае если вы войдете в этот блок внутрь это не что иное как количество элементов в массиве и количество элементов в массиве компилятор должен знать заранее это не может быть переменной то есть на стадии работы компилятора сразу выделяется область памяти да это динамических массивов никаких нет на вход резет ну смотрите на вход резет в принципе я обычно ставлю просто тупо 0 я не даю чистить никому журнал даже себе да никому нельзя верить так как говорится ну вот потому что оно есть как только пользователь узнает каким образом он может стереть журнал он тут же будет всегда прятать следы своих преступлений понимаете поэтому я не даю но если вы хотите все таки дать себе возможность стереть журнал то вам надо сюда подложить переменную какую-то булеву где-то на какой-то странице ставить единицу и выполнять дутаск эй чтобы затерся журнал в течение цикла выполняйте дутаск так же генерите импульс и вперед вот это это имя массива в котором сохраняется последний записан номер последней записанной тревоги индекс точнее индекс в этом массиве последней записанной последней сделанной записи собственно и все на самом деле массив там очень простой у него буквально один элемент в нем сохраняется вот это вот вот это значение а это имена массива в которых уже сохраняется наша пара переменных этих то есть сдвоенные эти переменные то есть еще шесть было штук мы их уплотнили до трех вот у нас получилось три массива эти три массива имеют три имени и мы эти имена передаем на ту страницу на которую будем читать из журнала ну вот да да в процессе разберемся и здесь у нас собственно возникает необходимость подключить переменные все-таки мне как ни крути придется мне не помещайтесь некрасиво я сейчас подвину вот так вот все это хозяйство смотрите что я буду записывать значит естественно у меня есть помните такая переменная как alarm code так вот она это первая переменная которая будет записывать дальше значит теперь на год да часы минуты день месяц а где взять год часы минуты день месяц ну вот мы можем фильтрануть по системным да дальше набрать слово кар кар это не слово это половина слова вот здесь есть переменные корни 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 корин корин манс и это переменная которая содержит сими себе день месяц дэй это дэй мансы там месяц так дальше гол первый год первым я и не в этом очень безразлично какая куда да главное чтобы их разобрать дальше чтобы в порядке и здесь значит у нас аула часы current и current минус могу сказать следующее что в контроллер пика 3 пика 5 и к 2 эти часы есть всегда то есть они там есть просто по определению не просто на материнской план плате распаяны и все вот в xs и часы заполнительные деньги вставляют сюда вот в крышку снимается в этом слот вставляется маленькая плата с часами ха ну там эмулятор такой часов возникает она есть да она есть но когда ты выключишь электрический ток и включившего снова то есть время снова рано будет нулю ты будешь это вторая жизнь третья жизнь четвертая видишь как это эти часы которые эмулируются они безбожно врут они же не кварцованная получается даже к циклу прицеплено не очень брут тогда некие часы идут но после сброса электрического тока они перестают идти то есть так ну кстати вы видите использую там пермони не пермони тут эту память и а понимаете нельзя использовать часовую память не дал вам дельный совет который не работает то есть это ради вот 56 байт они как раз в самой микросхеме часовой и поэтому есть часов не значит и памяти ты нет так что вот так значит смотрите теперь важно расставить номера порядок порядок так сказать исполнение есть простая идея вот эти три блока должны быть последним поэтому в общем сейчас мы назначим мануально сначала значит упаковываем объявляем там и пишем вот собственно вот такая нумерация нас устроит посмотрите вот как как работает сканер до этих тревог я уже объяснил собственно например по прерыванию мы идем вот сюда мы идем вот сюда и вы исполняем вот этот цикл действует нам данные на журнал после исполнения этого цикла мы обратно возвращаемся на сканер и продолжаем сканировать тревоги если обнаружена тревога снова прерываемся снова идем сюда и снова записываем другой код тревоги но и текущее то время я думаю что время скорее всего будет тоже самое потому что вообще весь процесс происходит крайне быстро но если есть тревога возник через 10 минут на через 10 минут ремешка и другое теперь теперь пару слов о массивах вы этого ничего не делать я думаю что это вы запомните массив может быть объявлен двумя разными способами первое я могу просто взять переменную создать переменную назвать ее там ну пускай вот лист на m3 например да дальше надо указать память в которой будет это переменная ну допустим рэм допустим оперативная память дальше это же для массива это обязательное значение и здесь есть я поставлю галку рэй ведь у меня все остальные атрибуты скроются кроме категории на категории вещь такая текстовая дальше я должен задать размер этого массива ну к примеру 25 элементов финиш вот она у меня это переменная собственно отстворяет собой массив я вообще стараюсь давать карел они с их программисты слова лист или лст используют для ну как как префикс да для того чтобы может был среди прочих переменных отличать что это переменная содержит массив да ну вот я обычно р пишу а р р пишу ну кто как кому как больше нравится это вот все достаточно для того чтобы я объявил массив 2 способ объявить массив есть специальный блок лайбры значит атом рей алок называется я просто показываю как какие варианты есть для того чтобы дать комментарии для того что смотрите видите как несмотря что здесь 250 h записи я видите как оставил и денису здесь и память не определил вообще на все по большому счету здесь я так сказать не обращаю внимание мне только имя важно и собственно сама галка и рэй сама галка рэй причем вставшая автоматически ну вот значит смотрите вот это я объявил массив если я беру атом рэй алок это атом специальный атом для объявления массива соответственно я задаю тип памяти явным параметром ну допустим это будет память так я задаю размер массивом явным параметром это будет ну примерно 23 то элемент на выходе меня будет перемена и содержащие имя массива на это видите здесь я могу не ставить тот те же самые атрибуты потому что фишка в чем если массив объявляется только переменной без этого блока тогда я безусловно должен здесь задать правильные атрибуты тип памяти все и всю ерунду размер тогда а если у меня переменная присоединок блоку вот такому рэй алок то приоритет по стороне рэй алок в этом блок и собственно масть параметры массива задает именно рэй алок да все правильно да все верно все верно но вот так вот внутри этих блоков есть блоки рэй алок и вот эти вот атрибуты ты там 250 там и так далее попадает на эти блоки за счет этих всех наших свиней соответственно параметр вот этих переменных они уже большого значения не имеет потому что на стороне атома приоритет и именно этот блок издает параметры массива поэтому к этой переменной уже никаких требований не предъявляется вы конечно если хотите можете назначить здесь правильные параметры но они ни на что не повлияют не нет двухмерная массива никаких трехмерных массив не все плоско понятно это думаю достаточно кстати на предыдущем ленинге народу спрашивал а трехмерные массивы есть но я говорю нет и среди них возникла там слушатели был человек 878 и они затеяли целый спор нужны трехмерные массивы или не нужны трехмерные власти и зачем тебе вообще они нужны и как ты собираешься их применять очень человек который в общем запинали человек который про трехмерные массивы спросил он так и не нашелся куда же применить но вопрос был задан ответ получим замечательно то есть понимаете смотрите кареллский контроллер в основном используется а для каких-то бытовых целей то пример управление освещением для этого не нужны вам трехмерные массивы я вас уверяю не может она может но 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 да хорошо зачем для этого трехмерный массив реолог объявляет массив вот эта переменная тоже объявляет массив это просто два разных способов объявить массив понимаете как скорее всего реолог это унаследовалось массив это область памяти да в которую сохранится какой-то определенный набор значений обращение внутри этой области плат памяти идет косвенным образом то есть вы не можете непосредственно обратиться каждой ячейки высказать ячейка а я хочу записать тебе там один ячейка c я хочу записать там 2 вы должны обратиться к переменной и до задать номер этой ячейки то есть программа который обращается вот это вот это перемен сохраняя себе ну приятно сохранить и адрес это стартовый адрес этого массива а как по номеру элемента она программа отсчитает в какую ячейку на сделать запись это тогда косвенная запись косвенная адресация вот переменная чем отличается т-память от п-память т-память мы можем в любой ее области создать переменную с именем там вполне законченным да там скажем там имя там иванов записано правда латинскими буквами и сказать что в иванов мы будем писать 3 все в петров 2 там или там 22 неважно сидоров там 600 а в память п типа так делать нельзя она может быть организована доступ не может аризонтов с помощью массива то есть там косвенная адресация мы можем взять объявить массив объявить обратиться к одному адресу и отсчитав от этого адреса определенное количество программа вычислит адрес записываемые ячейки будет адрес массива плюс 25 вот так вот чем они в принципе отличаются массив этот кусок игра компилирует компилятор будет компилировать он увидит эту переменную считает значение 25 и выделит под эту переменную не два байта а два байта умножена на 25 и следующий переменную он запишет уже в адрес не допустим это переменная в адресе один находится до следующий перемены уже будет записано в адрес 26 а если бы это была перемена не массива после еще примерно он был записал в адрес там три потому что два байта ну точнее не 26 от 52 до фармировали это очень сложно сейчас все массива это набор отдельных данных то есть, например, для нашего мероприятия сегодняшнего есть фамилия там, каждый раз есть фамилия а вот эта вся наша тусовка, если вы видите как массив, то будут участвовать на один, участвовать на два учебения это массив и да но если вы пересядете то все сломается понимать да поэтому вот но все в общем вот массив можно объявить двумя и главенство вот вот в такой конструкции и почему вот именно по этой причине здесь я не обращал внимание на все эти атрибуты важно только знать что это массив и все а а а там ареолог находится внутри макроблока да 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 нет листа листным на это произвольное имя придумано тем кто создавал имя этого вывода да просто если бы здесь вывод назвали бы до маша он был назвал сама нет мы можно назвать по барабану как просто я для того что не тратить время на создание этой переменной просто кликнул и присвоил то что она предложила мне по умолчанию все конечно конечно этого не что другое там не находится там именно это находится и и плюс у него и плюс и еще через запятую атрибут количественный сколько и плюс еще тип памяти в которую он собственно запишется все отчитывая в общем так но это в общем знаете массив помимо записи ожидания но да вообще-то очень удобный инструмент который позволяет обращаться к этим вот имея только имя да и номер элемента мы можем уже писать у нас есть атомы рей рид рэй райт мы можем из них из многих мест программы в одну и ту же ячейку записывать произвольной информации в тот в те моменты и ту которую мы считаем нужен данный момент а я вот с памятью ты типа с ней нежка сложнее понимаете она эта метка да она будет перезаписываться постоянно там везде и так далее то есть вопрос зачем используя массивов это я вам скажу очень удобный инструмент во многих случаях особенно когда вы делаете всякие конфигурируемые штуки там и так далее очень удобный инструмент но то что все протоколы они в принципе работают с массивами то они таскают и набивают это массив данных и таскают забрасывать в сеть там естественно у него какой-то есть максимальный размер другой стороны идет чтение этого массива все эти телеграммы и разбивка его там на отдельный байт по необходимости по правилам по протоколу так ну вот собственно запись журнал здесь все по шаблону никаких отступления от шаблона кроме как я не стал делать резет а так в общем значит продолжим мы вчера сделали значит в цикле и в ивенцах мы сделали стратегию записи в журнал если вы не запомнили не забыли еще вот которая работает не постоянно а тогда когда ей скажут тогда когда случилось событие до теперь наша задача сделать такую же похожую стратегию на чтение журнала в другом цикле цикле бит не сделать давай создадим страничку назовем ее аума допустим rd там мы будем создавать стратегию чтения эта вещь тоже и стандартная тоже описано в help и поэтому здесь мы ничего выдумывать не будем мы возьмем сейчас стандартные макро блоки макро блок store до арм вот этот блок собственно обеспечивает нам перелистывание страничек этого журнала 3 листьями записей переход на первую там и так далее он готовый и значит сейчас я быстренько открою страничку вспомнить вот у меня есть четыре этих имени массива чтобы не запутаться я их просто обычно копирую и в том же самом порядке вставляю на страничку где читаю чтобы не чтобы не перепутать случайно местами значит ласт индекс лист если вы заметили на этом блоке store р.м. есть соответствующий вход last индекс лист вот он and events здесь сожалению рука ручками придется вставить то же самое значение что и в стратегии записи потому что это и для массива это даже констант то есть вот она как количество записи я здесь помните поставил 250 собственно то же самое количество я должен в чтении задать иначе у меня там неправильный алгоритм может начать работать ну я попытаюсь сделать максимально плотно насколько это возможно здесь саму картинку теперь мне потребуются атомы самые простые чтение из массива 33 штуки р р рит Что касается работы с массивами, здесь, кстати, есть кое-какие дополнительные инструменты, которые не для данного случая применяются, а для каких-то других случаев. В частности, здесь есть блок ArraySort, который умеет сортировать массив по возрастанию величины в нем, по уменьшению и так далее. Там создаются связанные массивы, там можно подключить нему два массива. Если у вас соответствует, к примеру, первая ячейка первого массива, первой ячейки второго, значит, вот они два параллельных массива у вас лежат. Вы сортируете один из них по возрастанию, например, от младшего к старшему. И у вас параллельно перемещаются элементы в массиве, который просто связан с ним. И вы можете видеть разницу в третьем массиве. Это нет, она взята вот со стратегии записи. Потом есть ArrayInfo, который умеет выдавать, допустим, самое минимальное значение, которое есть в массиве, и номер ячейки, в которой, номер элементов, в котором хранится, значит, минимальное значение, максимальное значение в массиве, опять же номер элемента, который содержит максимальное значение. Среднее арифметическое считать по массиву, что тоже, кстати, бывает удобно довольно-таки. Вот, допустим, модуль, который сортирует массив, я, например, на нем делал такую вещь, как, допустим, надо выбрать устройство с наименьшей наработкой времени и включить его в данный момент. Ну, вот, можно это в массив сохранить все тайминги, которые накопились там для нескольких устройств, дальше отсортировать массив и выбрать на выходе устройство с наименьшей, например, наработкой. Вот этот вот, значит, смотрите, выход, здесь, собственно, номер, номер текущего элемента, который мы читать будем из массива. У нас параллельно стоят три массива, здесь мы просто их соединяем. Ну, значит, помните, мы с вами сохранили пара переменных как одну переменную. Теперь нам бы хорошо их разделить обратно на каждую переменную на две перемены. Есть у нас специальный макроблок для этого, называется сплит, сплит, сплит один в два, вот он. То есть он, вот помните, если вчера мы использовали блоки мерч, эти блоки соединяют две переменные, получают одну, а блок сплит, он, в общем, обратную функцию выполняет. Так, ну, на выход, на выход у нас будут переменные, которые мы, собственно, будем читать в этом журнале наш. Значит, смотрите, чтобы не перепутать, в какой последовательности они стоят у нас, потому что нам же читать, наверное, тоже, в той же последовательности, как мы записывали. То есть код, допустим, там, сущие год, день, месяц, часы, минуты. Я обычно делаю себе шпорку, шпору такую шпаргалку. И отсюда просто их копирую с этой страницы. На эту страницу здесь вставляю, чтобы видеть последовательность. И вот в этой последовательности создаю себе переменные. Ну, первая переменная у меня будет. Я обычно alm... Вот так приписываю просто префикс rd almcode. Значит, переменная будет в оперативной памяти, интеджер. А здесь можно сразу выделить себе два знака, которые будут показываться на дисплее. Больше ничего здесь не надо. Finish. Так, вот она, первая переменная, которая обычная. Дальше смотрю, год должен быть. Ну, я обычно поступаю вот так. Просто меняю чуть-чуть имя переменной. Атрибуты она наследует. Можно уже не отвлекаться, да. Дальше я снова копирую. Смотрю, day, значит, rd all day. В общем, пытаюсь экономить свои, собственно, энергоресурсы настолько, насколько это возможно. Чтобы меньше печатать, меньше вписывать каких-либо там данных и так далее. Чтобы ускорить, так сказать, максимально процесс разработки программного обеспечения для контроллера. Ну, понятное дело, что, по большому счету, когда вы более-менее освоите это дело, вы просто сделаете себе некую болванку, в которой будет, ну, некий свой собственный шаблон. На самом деле, здесь же есть механизм, вы можете сохранить проект не просто как проект, вы можете сохранить его как шаблон. Вы можете создать себе свой собственный шаблон. И у вас будет всегда на этом шаблоне уже некоторые функции, которые, ну, вы применяете всегда, ну, или можете сделать их отключаемыми. Какие-то расписания, да, работы там. Какие-то функции стандартные, ну, например, записи в журнал, например, еще чего-то. У вас будет уже некий проект, который, по большому счету, содержит, ну, больше половины всякого функционала, который вам может пригодиться в любом вашем проекте. Дальше вы его открываете, просто дописываете в него, что необходимо под данную конкретную задачу, и, собственно, на этом ваша работа будет закончена. То есть, трудно будет первое время, а потом уже совсем не трудно. Ну, собственно, вот, я проверяю, что все, последовательность соблюдается. Опа, сори, здесь у меня all mode какой-то, но прошу прощения, хочу переименовать. Не mode, а манс, конечно. Ну, все вроде как хорошо. Мне теперь эти переменные здесь не нужны. Осталось на этой страничке сделать совсем немного. Вот у меня есть, есть три входных переменных. Previous event, next event, init index. Собственно, как это будет работать? Если я захочу перелеснуть на одну запись назад, я должен буду поставить здесь единичку, переменную previous event, и выполнить doTask.dance.by. Если я хочу переместиться на запись вперед, я буду устанавливать единичку в переменную next event, выполнять doTask.b, и мне будут показывать следующую запись. А перед тем, как я буду заходить в журнал, я всегда себе буду показывать самую последнюю записанную тревогу в журнал. Ну вот, если я поставлю init index единичку, потом выполню doTask, зайду в журнал и буду видеть последнюю записанную тревогу. Это все очень просто. List control. Вещь интересная, но не нужная нам с вами для разбирательства. Мы просто ее соединяемся с любым из этих имен. Здесь. Эти три переменные. Они внутри, внутри этого блока, сделаны немножко и по правилам. Обычно их ставят generic, но здесь переменные уже в оперативной памяти. Поэтому наша задача только сделать следующий вопрос. Кликаем правой кнопкой, connect variable, она нам предлагает сразу, видите, наследуют все правильные атрибуты, и мы просто соглашаемся. Вот у нас есть previous event. А дальше next, connect variable, finish, и init, index connect variable, finish. Все. Сразу все переменные атрибуты нас заведомо устраивают, потому что они поставлены в макроблоке. Вот. Эти переменные нам потребуются для того, чтобы перемещаться по журналу. Нумерация здесь. Здравствуйте. Нумерация здесь тоже имеет значение, но тут все очень просто. Этот блок должен быть первым. Ну а блоки split должны быть последними, чтобы все это последнее читалось. Потому что у меня здесь с нумерацией сразу все правильно, хорошо. Все. Здесь минимум комментариев в этом, потому что это стандартный подход. То есть, если мы откроем, допустим, help к этому блоку, найдем examples. Ну, сейчас-то там ссылается, что он вот, вот есть. Все то же самое, что я вам только что нарисовал. Вот оно есть в хелпе даже. Поэтому здесь никаких особенностей нет. Ну вот. Теперь, значит, давайте сделаем так. Вот этим мы управляем. Из-под странички alarm scan, doTasked все здесь. А вот этой страничкой, команда doTasked одна из немногих команд, которая может быть вызвана и из-под стратегии, и из-под пользователей интерфейса. То есть, можем нажать кнопку и сказать команду doTasked be. Все. Будет такое. Поэтому для этой странички, для обслуживания странички внешнего, вот этой у нас пока еще ничего нет. Это мы сделаем, когда будем создавать что-то там на экране. Продолжение следует...